Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня я продолжаю вас знакомить с демоверсией вступительного экзамена в лице 15.35 в 7 класс. В предыдущем обзоре я познакомилась с первой частью по аудированию и чтению. Сегодня я познакомлю вас с содержанием лексико-грамматического теста, в котором можно получить 20 баллов. Меня зовут Лариса Васильевна, я преподаватель английского языка. Мой опыт преподавания 30 лет. К профильным школам и рейтинговым лицеям я готовлю третий год. Ребята, продолжаем наш обзор. Итак, лексико-грамматический тест это половина письменной части, за него можно получить 20 баллов в разделе 1, 2, либо 3 задания разного типа. Я вам представлю эти задания. Первая часть состоит из предложений, в которых имеются пропуски и имеется три варианта для заполнения этих пропусков. Здесь проверяются знания лексики и знания грамматических правил, таких как знания прилагательных степеней сравнения прилагательных, наречий, местоимений разных видов, также всевозможных речевых конструкций с глаголом быть, с глаголом иметь и разные времена. Если посмотреть на сами задания, то одна из, помимо того, что это действительно всегда сложная часть выполнения тестов такого содержания, дополнительную сложность здесь создает два пропуска в предложении. Поэтому два, иногда и три, если мы посмотрим вот на это предложение. Предложение под разными цифрами, потому что они взяты с демоверсии, разные части. Итак, что я предлагаю и что каждый педагог посоветует? Здесь, конечно же, нужно знать и понимать дословно предложение, что здесь говорится. Далее посмотреть и предложенные варианты выбрать. Один из вариантов попробует подставить. Если все подходит, то все окей, продолжаем дальше выполнять тест. Единственное, если останется время, конечно, можно просмотреть еще раз все предложения целиком. И поставить еще один вариант, например, может быть, в каком-то вы сомневаетесь, поставить еще какой-то вариант и посмотреть, подходит он или нет, убедиться, что он не подходит. В тесте при поступлении в седьмой класс обязательно есть предложение на знание времен английского глагола. И к написанию этого теста и в тесте имеются задания на шесть разных времен английского глагола. Все эти времена, список времен представлен также в требованиях к поступающим. На сайте можно посмотреть, а также можно увидеть через задание. Я представляю вот здесь три примера вам. И опять же я показываю о том, что сложность еще заключается в том, что в предложении сделано два пропуска. Поэтому нужно просматривать варианты возможные и подставлять. Какой мой совет? Как обычно я предлагаю ребятам? Я предлагаю не бояться использовать бумагу, черновик, в котором тест и писать прямо там. Когда понимаешь предложение, о чем оно, пробуешь вставить тот вариант, который тебе кажется наиболее правильным, вписать прямо эти слова в предложение и затем прочитать. Имеет ли это предложение теперь смысл? Не разнятся ли эти части между собой? Если все окей, продолжайте дальше. Если все-таки сомневаетесь, подставьте еще один вариант, а потом уже выберите. Очень важно, можно делать все эти пометки, ярко выделять потом правильный свой вариант, потому что лист ответов будет совершенно другой. И я, наверное, еще скажу про оформление, потому что ответы обязательно нужно перенести в лист ответов. Проверяются экспертами и проверяются именно листы ответов. Не проверяются работы, в которых ребята пишут, делают какие-то пометки и так далее. Поэтому обязательно нужно перенести ответы в лист ответов, в бланк ответов. Поэтому писать здесь все можно и нужно, потому что это делает работу... Так легче работать благодаря своим пометкам. Также и при чтении, при аудировании, при заданиях. Обязательно делать пометки, галочки, вопросительные знаки. И я так учу работать уже при подготовке, вообще, когда мы готовимся и занимаемся. Вот таким образом. И следующее задание в тесте, оно последнее в тесте задание. Это составить предложение из разрозненных слов. То есть слова разрезаны все, разбиты. Из них нужно составить цельное предложение. В чем сложность этого задания? Это из практики подготовки ребят к поступлению в седьмой класс. В тестовой части это одно из самых сложных заданий. Во-первых, потому что предложения все сложные, которые предлагаются здесь. Сложно подчиненные. То есть здесь две части у предложения. Во-вторых, из пяти предложений три будут вопросы. Вопросительные предложения. А с вопросительными предложениями, как обычно, бывают особые сложности. Потому что правило построения вопросительных предложений совершенно разнится с нашим русским. Вот эти обстоятельства делают задания сложными. Поэтому можно увидеть, сколько слов здесь предложено. И из них нужно составить какое-то предложение, которое имеет смысл. Здесь очень важно охватить зрением все слова, которые здесь есть. И попробовать по главным словам, по смысловым словам составить какое-то предложение, которое имеет смысл. Пробовать его записать. И здесь я выделила также покрупнее шрифтом, что здесь возможно два варианта написания предложений. То есть так как предложение сложное, то части могут меняться местами и разницы нет, какое предложение напишешь первым. Главное правильно их соединить между собой. Но засчитывается один вариант и записывать нужно один вариант, не терять время. Тот вариант, в котором наиболее уверен ученик, тот и нужно записывать. И вопросительные предложения, они также непростые. То есть здесь получается и вопрос такой сложный, нагроможденный. Вот таких предложений в этом задании пять. Поэтому тоже нужно тренироваться. Это все это тренируемо, все это поправимо. Этот навык формируем. И в принципе, даже начиная с небольших, несложных предложений, можно это тренировать. И также, когда мы готовимся к экзамену и повторяем разные времена, это задание уже разумно. Я его включаю и мы практикуемся на разных предложениях. Не просто задаем вопросы. Во-первых, сначала оттачиваем навык, как задать вопрос правильно. А потом уже пробуем также составлять из разрозненных слов вопросы. Это был мой краткий обзор по второй части вступительного экзамена в седьмой класс. Следующий мой обзор будет по устной части экзамена. Если вы хотите получить шпаргалку, подсказку о том, как составлять правильно предложения, утвердительные и вопросительные, как обычно, мы используем кодовую фразу «хочу в 15.35». И я вам вышлю подсказку. Я вам желаю успехов в подготовке к экзаменам. Желаю добиться успехов и поступить туда, куда вы хотите. А также я желаю любви к английскому. Успехов, удачи. До свидания. Продолжение следует...